Миниатюры, песни и стихи, посвященные профессиям, звучат со сцены культурно-досугового центра Первомайский. Конкурс «Агитбригад» собрал 9 команд участников. Это все городские общеобразовательные учреждения, а также профессиональное училище 130 и промышленно-экономический колледж. И что не важно, что есть мечи, спасатели! Пробедия настоящих мужчин! Шестая гимназия славит труд спасателей, школа номер два гордится строителями. Гимназия номер три делает упор на олимпийские виды спорта. Воспитанники 130-го училища агитируют поступать учиться исключительно к ним. Правда, все чаще агитки рассказывают и о недостатках профессий, например, врача. Снова зовут больного, берешь внук, прости меня, делай все сам потом. Жанр агитбригад сложный, имеет свою специфику и законы. Здесь важны не только сюжетные линии, эмоциональность, но главное призыв и стремление убедить зрителя в той или иной идее. Если это конкурс городских профессий, значит зритель должен заинтересоваться той или иной профессией. Но вряд ли кто захочет стать, например, таким фанатом-экологом. Сейчас, когда миновало время холодной войны, стало ясно, что экологическая бомба столь же опасна, как и ядерная. Конкурс проходит в Авантеевке уже много лет и год от года жюри, которое возглавляет председатель комитета по культуре Александр Леонов, указывает на недостатки. Мы несколько разочарованы. Но тем не менее, вы готовились, вы принимали участие, вы вложили свой труд, вы вложили достаточное количество времени, сил, энергии. И за это вам огромное спасибо. Все участники получают благодарности главы города Ивантеевки и диск с песнями о городе. Призовых мест в этом году решено не присуждать. Ко следующему Дню труда конкурс Агитбригад решено кардинально изменить. Анна Пыльцина, Александр Кабаев, Анна Белова, Ивантеевское телевидение.